Жители Свердловской области стали чаще оформлять кредитные карты. По данным одного из кредитных бюро, только в августе свердловчанам выдали около 70 тысяч кредиток. В чем плюсы и минусы кредитной карты, мы поговорим сейчас с нашим гостем. К нам присоединился эксперт Уральского главного управления Банка России Шамиль Аминов. Доброе утро. Шамиль, доброе утро. Итак, в чем отличается кредитная карта от других кредитных продуктов? Смотрите, по большому счету кредитная карта это тот же самый кредит банков, но только в такой более удобной для клиента упаковке. То есть ты не носишь с собой деньги, ты носишь с собой привычный тебе пластик. И в любой момент, когда тебе понадобится какая-то покупка, но я еще с оговоркой скажу, что не в любой момент, естественно. Но когда тебе что-то нужно сделать, ты просто можешь воспользоваться деньгами банка. Замечу, кредитная карта это не ваши деньги, это деньги банка. Ну и просто это кредит, который удобно с собой носить. Вот иногда так вот. Он отличается таким образом. Не надо идти в банк, каждый раз запрашивать что-то, да, вот это предъявлять документы. Тебе открыли кредитный лимит на карту, и ты хочешь с ним, в общем-то, каждый день, можно так сказать. Ну, вот в этом вопросе масса разных совершенно предложений. Как выбирать кредитную карту? На что здесь стоит обращать внимание? Вообще первый вопрос, который должен каждый себе задать, а вообще нужна ли нам? Нужна ли нам, да. Нужна ли нам, да. Кредит, дело такое. Тяжелое. Как, да, старая, известная всем надоевшая, может быть, фраза, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. То есть нужен ли кредит? Очень надо подумать для этого. Кредит, еще раз повторю, кредитная карта это деньги банка, это не ваша банка. То есть дебетовая карта, которая, допустим, зарплата есть, это ваши деньги, вы ими пользуетесь, и так далее. А кредитная карта все-таки это деньги банка. То есть первый вопрос, который нужно задать, нужна ли эта карта. Если вы поняли, что она вам нужна, взвесили все за и против, окей. Второе, это надо понять, какой кредитный лимит вам нужен. Ну, обычно банки сами устанавливают, исходя из вашего уровня дохода и так далее. Но обычно считается, что вот если ваш доход ежемесячно превышает лимит в два раза, ну, то есть, да, кредитный лимит, половина вашего дохода, это нормальная ситуация. То есть вы можете его обслужить, этот кредит. Ведь мы еще раз возвращаемся к тому, что за кредит нужно, ну, его надо возвращать. Конечно. Вот такая история. Ну, и третье, есть такое понятие, льготный, вот чем интересен кредитная карта? Там есть льготный период, грейс-период так называемый. То есть это период, в течение которого вы не платите проценты за пользование. Обычный кредит, который вы берете, потребительский, вы все равно уже начинаете его оплачивать. Здесь вот банки говорят, ну, 30-60, а некоторые говорят, и 100 дней можете не оплачивать этот кредит. Надо его изучить. Внимательно прочитать договор, что входит в этот грейс-период, льготный период, и сколько, ну, то есть, грубо говоря, а что будет, если вы вдруг не вложитесь в этот период. Такие будут проценты, собственно говоря. Вот три момента основные, на которые надо обратить внимание. Так, давайте, вот, как бы мы вот изучили, и все-таки давайте заострим внимание на минусах кредитной карты. Они ведь все равно есть. Смотрите, наверное, я бы говорил не про минусы, да, а нюансы или особенности. Ну, давайте, 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 давайте. Ну, смотрите, первое, это, конечно же, стоимость обслуживания кредитной карты. В любом случае, кредитная карта, которую вам открывают, она стоит каких-то денег, чтобы их обслуживать, да. То есть нужно ли вам брать кредитную карту, ни разу ей не пользоваться, да, и еще, так сказать, за нее оплачивать. Это первый нюанс. Важный момент. Кредитная карта используется, или должна использоваться, да, экономически выгодно за покупки, как платежный инструмент. Снимать деньги с наличкой из банкомата, да, или переводить, но, слушайте, это очень дорого. Там комиссии такие хорошие, что, слушайте, лучше этим не заниматься, да, так зачем эта карта тогда нужна? А второй минус, ну, или недостаток, или нюанс, это высокие проценты. Если вы вдруг не погасите свою часть вот этого кредита в льготный период, там тоже проценты могут быть такие существенные, и вам покажется, а зачем мне это надо, да, зачем вообще этим занимаюсь. И исходя из этого, ты начинаешь формировать там негатив про банки, что-то так, я честно признаюсь, даже я, считая себя достаточно самоорганизованным дисциплинированным человеком, один раз допустил просрочку по ипотеке. Так. Один раз, технически даже, скажем так, да, и то там банк, так сказать, с меня... Накрутил. Слегка накрутил. Зачем это надо, да, а с кредитными картами не погасить, знаете, чаще, наверное, да, вариант. И третье, это, конечно, штрафы и пеник, которые вот как раз связаны с тем, что если вы вдруг не сможете соблюдать график платежей, там тоже своя история, свои проценты, они могут доходить там, ну, прибавлять плюс 20, грубо говоря, к вашему проценту. Ну, то есть, таким образом, если вы эти нюансы понимаете, да, кредитка вам поможет. Если вы понимаете, что вы неорганизованный товарищ, что будут у вас проблемы с погашением и так далее, кредитная карта, к сожалению, может превратиться в непосильное время. Ну, а если вот мы все эти нюансы учли, понимаем, что все у нас хорошо, что мы справимся, о преимуществах хочется отметить? Ну, вот, как я уже сказал, это удобный инструмент, и с собой носишь его в кошельке, и в тот момент, когда, вот, знаете, бывают ситуации, когда тебе прям что-то хочется купить, вот ты увидел, да, но, первое, всегда мы говорим по финансовой грамотности. Финансовый грамотный человек тот, который планирует покупки. У финансового грамотного человека не бывает не запланирован покупок. Ну, вот, вот взялось и захотелось что-то купить, да, вот, распродажу прямо с адскими процентами, да, у тебя кредит к собой, ты достал кредитку, оплатил, купил за счет денег банка что-то, в льготный период пошел, вернул деньги, все прекрасно, что называется, да, то есть сам себя проконтролировал. Ну, еще, ну, такой некий, знаете, вот такой резерв на неожиданные покупки, я так сказал. Хотя, еще раз говорю, неожиданных покупок следует избегать. И еще один момент, вот эти кредитные карты часто совмещаются в программами лояльности. То есть вы что-то оплачиваете кредитной карты, и вам читаются баллы, которые, ну, грубо говоря, можно потом трансформировать в рубли. В СЗС, там, не знаю, там, в каких-то, ну, кафе, ну, мало ли какие такие возможности бывают. То есть если еще посидеть и поиграть с этими программами лояльности, можно еще, так сказать, себе интересное предложение найти. Резюмируем, при выборе, значит, кредитной карты ты должен сопоставить половину своего дохода, сможешь ли ты расплатиться, организован ли ты, да, чтобы вовремя платить. И финансово, да. Самое главное финансовая дисциплина. Ну, вот, собственно, и все, мне кажется. Ну, естественно, вовремя погашать долг. Знаете, еще один вопрос, который нам задают, а вот банки присылают обычно эти карты. Подарок. Подарок, который подарочный. Да, вот дебетовую ты заказал, а тебе еще кредит, ну, дорогой, бери, нет проблем, вот мы тебе прямо это, есть вопросы, да, надо ли открывать. Ну, опять же, вернемся к тому, нужна ли кредитная карта. Ну, ладно, ты решил, что нужна. Но надо понимать, что, допустим, если ты активируешь эту кредитную карту, у тебя, может быть, сразу начат списывать за обслуживание. Это тоже проблема, и, опять же, не воспользоваться, а уже за что ты платишь. Но, естественно, значит, и важный нюанс. То есть, та кредитная карта, которой вы пользуетесь, она учитывается банком при выдаче другого кредита. То есть, это такая же кредитная нагрузка. То есть, если вы запланировали взять, допустим, кредит на авто, либо ипотеку, учтите, банк об этой кредитной карте точно знает. Ага. Это тоже нюанс, который нужно и понимать, да. В общем, вопрос очень интересный. Много, думаю, здесь еще можно аспектов обсудить, но у нас, к сожалению, заканчивается время. Ну, как говорится, что успели. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Напомним еще раз, что у нас был эксперт Уральского главного управления Банка России Шамиль Аминов.